Готовиться к выборам стоит не только кандидатам, но и избирателям. Например, прочитать о бюллетенях. Разобраться в их количестве и предназначении мы попытаемся сегодня в студии. Это актуальное интервью. И помогать нам в этом будет председатель избирательной комиссии Ненецкого округа Георгий Попов. Здравствуйте. Добрый день. Георгий Александрович, давайте напомним нашим зрителям, за кого им нужно будет голосовать в единый день голосования 14 сентября. 14 сентября, как я уже говорил ранее, на территории округа пройдут выборы губернатора региона, выборы депутатов окружного собрания 27-го созыва. На территории городского округа будут избирать депутатов Горсовета. На территории Заполярного района, соответственно, будут избирать депутатов Совета Заполярного района. И в ряде сельских поселений Коткина, Амдерма и Бугрино пройдут выборы глав, и в Бугрино пройдут еще совмещенные выборы депутатов Сельского совета. Конечно же, такое количество уровней выборов влияет на количество бюллетеней, которые получит каждый избиратель. Да, безусловно. Например, на территории города Наринмара избиратель, пришедший на свой избирательный участок, получит один бюллетень по выборам губернатора, соответственно, два бюллетеня по выборам депутатов окружного собрания, один из них по партийным спискам и один по одномандатному избирательному округу. И четвертый бюллетень будет это по выборам депутатов городского совета. На территории поселка Искателей каждый избиратель получит уже пять бюллетеней. Один по выборам губернатора, два по выборам депутатов окружного собрания и два по выборам депутатов Совета Заполярного района. По шесть бюллетеней получат избиратели в Коткино и поселке Амдерма, там добавляется шестой бюллетень, это по выборам глав местного самоуправления этих муниципалитетов. И максимальное количество семь бюллетеней в одни руки у нас получат избиратели на острове Колгуев, поселке Бугрино. Там будут еще избирать главу и, соответственно, депутатов данного муниципалитета. То есть количество бюллетеней будет зависеть от места прописки избирателя? Да. А как не запутаться в таком количестве бланков? Чтобы не запутаться, для этого законом предусмотрено то, что бюллетени должны различаться по цвету, во-первых. Во-вторых, избирателям необходимо будет, когда они получат свой бюллетень, свои бюллетени, точнее, необходимо будет с ними ознакомиться, то есть почитать. У каждого бюллетеня есть конкретное содержание, начиная с того, что в бюллетене обозначено название выборов, либо это выборы губернатора, выборы депутатов окружного собрания, либо муниципальные выборы. В каждом бюллетене идет сначала название выборов, затем есть наша традиционная графа порядок заполнения избирательного бюллетеня. Если у избирателя возникают какие-то сомнения, он может прочитать порядок заполнения, либо непосредственно обратиться к членам участковой избирательной комиссии, которые обязаны ему разъяснить порядок заполнения бюллетеня в случае возникновения каких-либо вопросов. Ну и то, что касается размещения информации в бюллетене, то где идут кандидаты, например, по выборам губернатора, кандидаты, зарегистрированные кандидаты в бюллетене размещаются в алфавитном порядке. То, что касается партий, в бюллетене размещены эмблемы и наименования политических партий, которые зарегистрированы. Напомню, их всего восемь у нас зарегистрированы на выборах депутатов окружного собрания. Там же еще в подстрочниках напротив каждой партии идут так называемые первые тройки кандидатов, выдвинутых каждой из партий, и есть еще региональные группы. Региональных групп у нас по выборам депутатов окружного собрания восемь, то есть по количеству одномандатных избирательных округов. То, что касается бюллетеней по одномандатным избирательным округам, то там будут содержаться фамилии кандидатов, которые зарегистрированы в соответствующем одномандатном избирательном округе, также в алфавитном порядке. А то, что касается политических партий, то в избирательном бюллетене они расположены сверху вниз, с первого по восьмой номер в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводилась у нас в избирательной комиссии Нениско-автономного округа. Есть протокол, и на основании этого протокола уже был изготовлен непосредственно макет бюллетеня, где располагались партии по тем местам, которые представители партии вытянули в результате жеребьевки. То есть избиратель не сможет запутаться, там есть, так сказать, небольшая инструкция, и он будет знать, что ему делать и где ставить отметки. Безусловно, да, мы прилагаем к этому все усилия. С нашей стороны ведется разъяснительная работа. В бюллетене все это изложено, в доступном порядке. Мы постарались, когда готовили макеты избирательных бюллетеней, чтобы это все было максимально доступно, унифицировано для наших избирателей. В принципе, ничего сложного нет. Ну и, как я уже сказал, необходимо обращаться в случае каких-либо вопросов непосредственно к членам участковых избирательных комиссий. Они помогут. Мы еще знаем, что в этом году будут применяться специальные бланки для бюллетеней Каибные. Расскажите немножечко о них, где они будут применяться, в чем их особенность? Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут применяться у нас на трех участках на территории поселка Искателей. Это участок номер 36, 37 и 39. Чем хороши комплексы обработки избирательных бюллетеней? Тем, что они помогают участковой избирательной комиссии с проведением выборов, именно самой процедурой проведения выборов. Эта техника в автоматическом режиме считывает данные с бюллетеня и в электронной начинке каждого из Каибов эти данные хранятся. После окончания процедуры голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вводят непосредственно в Каиб недостающие данные, которые нужны для итогового протокола участковой избирательной комиссии. И затем также в автоматическом режиме Каиб сам распечатывает уже готовый протокол участковой избирательной комиссии по каждой из компаний. То есть если на территории у нас поселка Искатели применяется Каибы, соответственно, там должно быть изготовлено несколько протоколов отдельно по выборам губернатора, отдельно по выборам собраний депутатов как по единому, так и по одномандатному округу, и отдельно протоколы по выборам депутатов Совета Заполярного района по единому и одномандатному округу. Вот очень удобная система. Почему её применяют в таком ограниченном количестве и вот так мало? То, что количество ограничено, да, это наше количество, три комплекса обработки избирательных бюллетеней, которые имеются в наличии у избирательной комиссии и его округа. Вполне возможно, что в будущем количество Каибов увеличится. Это имущество федеральное, куплено за счёт средств федерального бюджета по программе, которую реализовывает Центральная избирательная комиссия по переоснащению оборудованием именно субъектовых избирательных комиссий. В целом, по Российской Федерации эта практика имеет очень хороший положительный опыт применения Каибов. В дальнейшем её также планируют расширить. И наши коллеги из других субъектов Российской Федерации на выборах применяют Каибов уже сотнями. Ну, понятно, что это где большие субъекты, такие как Москва. Например, у них есть свои комплексы обработки избирательных бюллетеней, и им ещё дополнительно из других регионов привозят именно на дни выборов. То, что касается нас, то у нас непосредственно в городской местности, город и посёлок-искатель — это 16 избирательных участков. По идее, можно оснастить их все комплексами обработки избирательных бюллетеней. Ну а те 35 избирательных участков, которые находятся на территории района, это труднодоступные удалённые местности. Там немножко их применение затруднено, но, тем не менее, на крупных избирательных участках, таких как, например, Красная, Тельвиска, которые находятся в пределах досягаемости, в том числе именно транспортной досягаемости, есть устойчивая связь, также в будущем возможно, я думаю, применение комплексов обработки избирательных бюллетеней и на этих участках. Что облегчит работу как самим избирателям, так и избирательным комиссиям? Значительно. Не только самим участковым избирательным комиссиям, но и, опять же, в этом заинтересованы все участники избирательного процесса, в том числе и кандидаты, политические партии, наблюдатели, так как техника беспристрастна. Она считает результаты в автоматическом режиме. И в день голосования КАИП на избирательном участке, он уже знает на текущее время, он уже знает примерные результаты выборов, потому что он считает в автоматическом режиме голоса сразу же по всем компаниям, по всем кандидатам. Мы знаем данные о явке в течение дня голосования, и результаты будем знать только лишь после подведения итогов на конкретном избирательном участке. А КАИП, он уже в течение дня знает промежуточные результаты голосования. После небольшой рекламы мы продолжим разговор о бюллетенях. Красота — первый шаг к счастью. Сделайте его навстречу с салоном красоты «Парадис». Для вас процедуры по уходу за кожей лица и тела, профессиональная косметика, большой спектр косметологических и эстетических услуг. Консультации бесплатно. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты «Парадис». Полярная 25А. 8-911-684-4011. Вы просили, и мы продлили. Только до 7 сентября. В «Техновидео» на весь ассортимент скидка 50% и ни процента меньше. Плюс подарки на 15% от стоимости покупки. Праздник продолжается! Я напомню, у нас в гостях председатель избирательной комиссии Ненецкого округа Георгий Попов. Георгий Александрович, а вот давайте поговорим непосредственно про сами бюллетени. Где они изготавливаются, кто делает их дизайн? Бюллетени изготавливаются в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Нам определен единственный поставщик данных услуг полиграфических. Это издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера», город Архангельск. Эти предприятия, они определяются на основании постановления правительства по предложению высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации и определяются сроком на 2 года. Поэтому мы обязаны изготавливать только на данном предприятии. То, что касается дизайна бюллетеней, то дизайн бюллетеней, вообще сами макеты бюллетеней мы получаем с использования системы ГАЗ-выбора. То есть, когда кандидаты заявляют о своем намерении баллотироваться, кандидаты политические партии, затем они проходят процедуру регистрации, все те данные, которые представляются кандидатами в документах, они заносятся в систему ГАЗ-выбора, где очень много существует подразделов. И после того, как завершилась полностью процедура регистрации как кандидатов, так и политических партий, мы с использованием системы ГАЗ-выбора распечатываем уже готовые бюллетени. Единственное, что они вычитываются, чтобы данные были по всем кандидатам и политическим партиям в одинаковой форме. Одинаковое содержание примерно. Соответственно, эмблемы должны быть тех, которые представили политические партии на момент выдвижения. Сверяем данные сокращенных наименований, которые представили политические партии с их документами на бумажном носителе. Выверяем. Затем на заседании комиссии мы утверждаем текст и форму избирательных бюллетеней по каждой компании в отдельности. И после этого уже утверждено также количество бюллетеней постановлением. Мы делаем заказ непосредственно уже полиграфическому предприятию, заключаем договор и печатаем бюллетени. А что касается защиты и способа доставки, как они в регион доставляются? Защита и способы доставки. Защита, она также определена законом. То есть это самые элементарные способы защиты — это нанесение микрошрифтом и всевозможных, с использованием цветов всевозможных, нанесение защитных сеточек специальных. То есть их можно… С обратной стороны? Нет, с обратной стороны это для бюллетеней, которые применяются на КАИБах, с обратной стороны наносится защитная сеточка. А бюллетени, которые для обычного голосования, с использованием обычных урн, там наносится защитная сетка с обоих сторон. Ну и опять же следует помнить о том, что до момента поступления бюллетеней и подготовки их к голосованию, непосредственно нанесения на них печати участковой избирательной комиссии и проставления двух подписей членов участковой избирательной комиссии, бюллетеней является бланком бюллетеня. А собственно становится полноценным бюллетенем после того, как будет заверен двумя подписями членов УИКов и скреплен печатью. Вот тогда он уже полностью готов к голосованию, к его использованию в избирательном участке. То, что касается способа доставки, то здесь традиционно у нас авиационным транспортом мы доставляем бюллетени напрямую из Архангельска. Интересно, что делается с бюллетенью, когда уже выборы прошли и голоса подсчитаны? Все бюллетени, которые были на избирательных участках, они считаются. Те, которые были в урнах, как в стационарных, так и в переносных, они считаются, складываются отдельно. Те бюллетени, которые были неиспользованы, они гасятся. У них отрезается один уголочек. Все. После того, как все бюллетени посчитаны, все контрольные соотношения проверены, участковая избирательная комиссия подписывает протокол результатов на данном избирательном участке по каждой выборной кампании в отдельности. Потом все эти документы, то, что связано с бюллетенями, списками избирателей, с протоколом, они поступают с участковых избирательной комиссии в территориальной избирательной комиссии. А оттуда уже документы будут направлены в запечатанном виде в избирательную комиссию Ненецкого автономного округа, где будут храниться. А сколько для проведения выборов нам понадобится бланков бюллетеней? Всего по выборам губернатора и депутатов окружного собрания мы заказали и изготовили 95 тысяч бюллетеней. 32 тысячи бюллетеней по выборам губернатора и 63 тысячи бюллетеней по выборам депутатов окружного собрания. По распределению получилось у нас 32 тысячи бюллетеней распределено в территориальную избирательную комиссию Наринмарского городского округа по выборам депутатов окружного собрания. 31 тысяча бюллетеней по выборам направлено непосредственно в территориальную избирательную комиссию Заполярного района. И по 16 тысяч бюллетеней распределено между двумя теками города и района по выборам губернатора округа. Спасибо. Пожалуйста. Я напомню, у нас в гостях был Георгий Александрович, председатель избирательной комиссии Ниньского автономного округа. И говорили мы о главном документе на выборах 14 сентября о бюллетенях. Это актуальное интервью.